Девушки отдыхают Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, и в этом выпуске мы попытаемся отвоевать нормально, без всяких разносов меня на ГВшке, да, ну сначала мы сыграем конечно же в лотерейку, Якубович ждал, Якубович просил, а что же нам сегодня попадется, не 10 ли тысяч маны, но нет, нереально такое, и нам выпадет монстр, 5 звезд, хер тебе блин, да, спасибо, 10 тысяч маны, серьезно. Я бы никогда не угадал, сходим на босса и пойдем на ГВшку. Так, что же нам босс сегодня принесет интересного, да, вы знаете, давно я ГВ не записывал, новое ГВ, у меня есть 2 или 3 видео старого образца, назовем так, качество видео в разы будет конечно же хуже, чем это видео, молчу про веб-камеру, сейчас как будто я возле вас наверное сижу, а там видео, ох уж блин, я даже не хочу его честно, честное слово монтировать. Да, и уже старая тема, те видео, поэтому как-то так уже вот будем записывать что-то новое. Да, рейтинг у нас средний сейчас на ГВ, я даже не просматривал врагов, против которых мы должны драться, хотя и ГВ началась недавно. Поэтому посмотрим, что там у нас, и как мы вообще за рулями затащим. Нужно бы выставить еще сильный деф, чтобы до рубина докатить. О, 867, уже лучше, с каждым днем, наверное, все больше и больше, но это по мере проточки скиллов, улучшения монстров и бла-бла-бла, тому подобное. Так, энергии, блин, одной энергии не хватает, хорошо, все равно идти на ГВшку. Итак, битва понеслась, да. Ни разу мне не выпал ни Девил Мон, ни... нет, Мистик мне падал, и Огненный, по-моему, Свиток мне падал. Кто мне не падал? Девил Мон мне не падал, Лего мне не падал, я знаю, что многим оно не падало, но, блин, обидно, когда человек ходит там с 10 монстрами на этого босса, у которого там, не знаю, 30 или какой там левел, неважно, и он выбивает Лего. А ты ходишь на него по 3 раза в день, выбиваешь там, ну, более-менее, такой средний рейтинг, и тебе не падает ни фигушеньки. Да, как-то так, но это все рандом, это все удача. И посмотрим, воюем мы против Вейп Троникс, по-моему, я правильно назвал. Итак, сейчас посмотрим, да, проголосовать мы не сможем, кого мы будем бить, поэтому буду выбирать на Бум, кто мне лично понравится. Так, пробежимся по-быстрому по монстрам. И Упхория, ничего себе. Да, одна из знаменитейших песенок, по-моему, эта девушка выиграла на Евровидении, насколько я помню, по-моему, да. Так, что интересно у нас здесь? Ага, я думаю, вы уже понимаете, против кого мы будем драться. Хотя, блин, здесь это сливной полудев. Но мне интересно, что может сделать вот этот вот Трахул, Рахул. Недавно я его обозревал, поэтому, да, я думаю, по-любому мы против него подеремся. И подеремся, наверное, не через Вальку, потому что, мне кажется, чересчур быстро мы сольем. Да, Вальку поставим давайте сюда. И поставим, наверное, Меган. Да, Меган, вы знаете, если прокнет Виолет, то Теомарсу не жить. Скорее всего, если опять же Валька добьет его. Так, а что возьмем сюда? Давайте возьмем, что ли, нестандартную пати. Возьмем, давайте, Верата. Вы знаете, Верата у меня в таких посредственных рунах. Они плюс 15. Единственное, по-моему, второй слот плюс 15. Кого еще? Нам бы раму. Нет, раму не будем брать. Давайте возьмем Барретку. И для всей вот этой вот. Так, что у него там лидерка дает? Силу атаки в подземельях. А, ну понятно, у него вообще никакой лидерки нету, поэтому он... Ясно, в общем, все. Давайте выставим эту пати. Да, с одной стороны, экстремненько, потому что у меня нет подхила. Но, я думаю, за счет скорости, станов и тому подобное, мы затащим этот бой. Поехали. Надеюсь, по крайней мере. Ставьте лайк, если хотите, чтобы меня сейчас разнесли в хлам. Особенно этот Рахул, Рахул. Господи. Не знаю, как правильно его зовут. Пора гуглить. Итак. Ай-яй-яй, не прокнул Виолетт. Ну ладно, тут, я так понял, самое прокаченное. Это Меган. Чудеса на виражах. Ну ладно. О, да, ему это поможет. Баф, конечно. Да, да. Ну, вы поняли, народ. Это, то есть, это не вояка. Да. И вообще, почему я дрался, вы догадываетесь. Я увидел этого Рахула. Хочу посмотреть, что он может. Хотя, если у него будет точно такой же урон, как и у этих персонажей, то ничего интересного вы не увидите. Так, так. Кто там у нас победил? Ага. Мы уже вовсю идем к победе. Так, был щит. Щит, я так понимаю, даже непонятно на ком. То ли на Рахуле был, то ли на Белке. Я так подозреваю, скорее всего, на Белке. Скорее всего. Мне так кажется. Это мои догадки. Итак, стан либо абсолютный ноль. Стан абсолютный ноль. Так, с абсолютного нуля мы мало того, что уберем им атак бар. Ну, скорее всего, если прокнет. Вот. Так еще. И, возможно, застанем. На, давайте кидаем абсолютный ноль. Так. Передавайте, да. Маме привет. Оу. Отличненько. Давайте добивать все-таки этого друга. Интересно, насколько сейчас шваркнет наш Тревор. Ну-ка, Тревор, давай уже, походи. Тревор сегодня походит. Ммм, достойно. Да, нужно бы его заморозить. Да, поспи, дружок. Три дота. Нет, не хватит. А вот сейчас сто процентов хватит, да. Ну, и вы видите, Рахул, не знаю, попытаемся дать ему ход, если он сможет. Надеюсь, он в Виоленте. И, пожалуйста, ударь хотя бы нас. Ну, блин, ну вы видите. А, господи. Ладно. Не показал я того и вообще не увидел того, чего хотел, наверное. Ну, как-то так. Да, вы понимаете, все-таки рейтинг такой средний. Здесь чего-то колоссального и офигенного. Вряд ли мы чего увидим. Но дефы бывают разные. Вот, к примеру, вот такой вот деф. Чем он офигенен? Потому что вы видите, вот эта лидерка плюс копер. Уху-ху. Стремно, стремно, стремно. Но мы попробуем. Да, почему бы и нет. И давайте сыграем. У него нет баф на деф. Следовательно, от этого можно сыграть через кого? Естественно, через раму. Гришки гами вас размешат своими пиздюлями. И я подозреваю и надеюсь, что моя рама выдержит его дамагу. У рамы сколько в сумме выйдет? Там около 40 тысяч хп, даже больше. Ну, со всякими этими прокачками. Следовательно, мне... Ну, я не знаю. Нет, наверное, ни одного копера в этой игре, который ударит на 40 там с чем-то тысяч без бафа на деф. Мне кажется, это на данный момент нереально. Хотя, с рунами гидры и так далее, это уже, я думаю, более чем реально. Но посмотрим. Я все-таки делаю ставку на максимальный его дамаг. Это в 35 тысяч. А этого, в принципе, должно хватить. Хотя, если еще и Лео шваркнет. Короче, я делаю... Пассивка Лео, вы знаете, как работает. И я делаю прогноз на то, что ходит Лео по моей вот этой обезьяне пушистой. И после этого я его разношу в хлам. То есть, это мой прогноз на весь этот бой. Но посмотрим, как оно все будет. Да, и главное, чтобы Белка сейчас нам не помешала. Эта скотина, вы знаете, любит мою Вальку. Ох, как любит. Ох, как любит. Так, что там народ пишет? Ага. Понятно. Затейки всякие устраивают. И, блин, вот почему не прокнуло в прошлый раз. Не прокнул твой Виолент. Господи, всегда не в тему. А, давай! Ну что за хрень, сам? Ну, блин. Да, было бы красиво, если бы у них хп было бы мало. Трипл килл сделать, но... Да, не закатит. Ох, хорош, хорэ. Алло. И сейчас мы должны добивать, по идее. Давай, хватит демага. Я ставлю на то, что хватит. И давай в Белку. Белку, Белку. Да что за хрень сегодня происходит? Ну, в принципе, я не жалуюсь. Нормально, критушка залетела на 15к. Неплохо. Ай, надо было бить вторым. Ладно. Дот. И добиваем Белку. Белка, да, не тонкая оказалась. Но, в принципе, вы знаете. Вот, как я расписал. Сейчас все будет. И давай. Начинается канителька. Карусель, карусель. Да, да, да. Вот и все. И его, в принципе, закончился весь бой. Да. Нет, не будем использовать. Так как еще раз, я думаю, у нас успеет походить Боретта. Да. Ну, вы видите. То есть, когда играешь долго этими персонажами. И вообще, в принципе, знаешь, какая у них скорость. Ты уже определяешь все на лету. И догадываешься, так скажем. Ну, Коппер дадим ударить. В принципе. А, Коппер решил ударить массовкой. Как-то так. Так, так, так. И хватит ли нам дамаги? Это приблизительно тысяч восемь. Нет. Не хватит нам дамаги. Будем пытаться добить его так. И я думаю, нам достаточно этого будет. Так. Вот единственное, что у моего рамы хп не так уж много рисковать. Рамы, как вы считаете. Ну, ладно. Рискуем, да. Чего мы посмотрим хотя бы на дамагу Коппера. И дадим ему шанс. Так. Четыре дота. Отличненько. Ну, Коппер, давай. Двадцать одна тысяча под лидеркой. Очень хорошей лидеркой. Но без бафа на защиту. С бафом на защиту он бы шваркнул, ну, где-то на тридцать тысяч. Около того. Не будем, да, там к мелочам прибегать. Ну, достойно, да. То есть я понимаю, что... Вот даже у меня, наверное, таких рун нету, чтобы мой Коппер бы так шваркал. Вы знаете, мой Коппер все так сидит на пяти звездах. Да, скиллы у него же проточены, но нет еще двух рун. Вот если я две руны более-менее хорошие выбью на него, вот тогда я его и приодену. Тогда будет у меня и Коппер. И вы знаете, если я ищу и Ундину Ветреную словлю, а ее лидерка для него заходит просто на ура, будет все круто. Я думаю, будет Ундина, Меган, либо Шеннон. Я не знаю, скорее всего будет... А нет, у меня будет Коппер, этот, Рэнди. У меня же есть Рэнди. Это классическая пачка, вы знаете. Я и придумаю название. Так, давайте пробежимся по плюс три, что нам понравится, что не понравится. Так, Дум. Не люблю вот эту вот пачку, на самом деле. Через Вальку ее убивать, это разве что... Вот единственный быстрый вариант, это убить вот Бриана. Не убьешь, но, короче, ходи, катайся. Так, Донателло. Быстрая пачка. То, что Хлоя походит первой, это, скорее всего, будет фактом. Но, блин, нужно рисковать. Так, ну, естественно, мы не через Вальку будем ходить, а пойдем через Огненное Пати. Хотя, блин, мой Боретте, по-моему, сейчас переодет. Сейчас, если у него 33 тысячи ХП... Нет, у него 26 тысяч ХП. Следовательно, он одет в точность. И выдержит ли он дамагу от Тайрона и Люшена. Этого я не знаю. И, наверное, полезности он не выдаст такой, как... Как кто, как кто, в принципе. Да как никто, да. Тут лидерки у нас, скорее всего, и не будет никакой. Да, давайте возьмем Ванессу. Вы знаете, я, по-моему, впервые беру Ванессу в бой. Но это такой, назовем так ее, страховщиком. На который, если что, подстрахует наших братух. И возьмем сюда же, конечно, Раму, который должен всю эту ахинею перещелкать. А второй бой мы будем драться через наш русский стандарт. Где наша Хлойка и так понеслась. Мэгган, вы знаете, почему я беру под... Первое, почему я не взял пират, это, естественно, есть... Ой. О, премиум аккаунт работает. Да, почему я не взял пирата? Потому что там есть веромоз. Вы знаете, моя Валька не походит быстрее, чем веромоз. Поэтому нет смысла вот это вот... Ай, ну че ж не кританул? У меня же крит Рама, господи. Блин, ну ладно. Итак, Клюшен скопытился. Так, осталась проблема, это Тайрон, который... Ау, хорре, так тихо-тихо, Тайрошка, не буянь. Да. Мне кажется, он мою Вальку не убьет, этот Тайрон. Валька все-таки броня... Хотя, да, Тайрончик оказался домашним такой. Неплохой Тайрон, скажу так. Еще и застанил, блин. Да, сейчас мы, скорее всего, потеряем двоих. И Рама будет все это... Исправлять, да, все это на свой лад переводить. крит от ну почти отлично жалко не два крита и так только раму не заморозь то ты посмотрите болит он меня уже реально начинает раздражать о да что это за карусель такая происходит так все хватит конечная приехали в ленте рот до свидания ты конечно красавчик в этом бою nvp но все-таки блин 3 раза походить до хлоика быстро три раза блин она под лидеркой тайрона плюс к тому же хотя ой я же забыл чтобы можем воскресить зачем я брал вообще ванная суда действительно ускорим все это дело и так нет дамаги не хватит да отлично сейчас за пару ходов и отхилится на фул так а вот этой дамаги да я думаю хватит пока так второй заключительный бой у меня котик начал пищать вспомнил что я дома боже как он меня раздражает до марьяна тебе тоже привет да люблю тебя целую и жду домой она скоро приедет воскресенье народ она не до уехала к себе на родину в никополь к родителям повидать их и ну по делам там так 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 нужен ли нам подхил нужен потому что мэган можно очень быстро потерять и еще дот давай отлично и валька походи то что за сегодня народ ну вот все против меня до скиллы вроде все четко раб работает почти все но кроме вот вот этих вот мелочей которые раздражают быстрый на самом деле это марс ай-яй-яй и сейчас вот может закончится для меня не все хорошо так подхил до подхил по любасу хорошо хоть раскол не прошел и отлично отлично даже ли мы до фанатика и белка пожалуйста не испорти нам вечер ох уж эти моменты вы знаете ох уж эти момент у меня все везде останавливается и замирает и сжимается так ну вроде бы как три победы я этому естественно рад чё у него там на вот господи что это за парень в трико был ладно вот ужасно на самом деле и так вот и все на самом деле что я хотел показать вам на сегодня думаю видимо вам было чем-то полезным и интересным подписывайтесь на канал добавляйтесь в друзья также вы знаете что проходит конкурс у меня в группе заходите в группу читайте участвуйте и выигрывайте аккаунт и также пять человек которые окажутся хорошими по мнению моей жены они также будут отчасти победителями я добавлю их работ также какие работу победителя в отдельное видео либо в одно из видео которых буду снимать всем спасибо за просмотр данного видео всем удачи лучших вам боев на гв и первородок пока пока удачи